Привет, как дела? Сегодня я начинаю серию рассказов о квартирах, в которых я жила в Лондоне. Как вы уже все знаете, я приехала в новый дом брата, который он купил буквально накануне моего приезда. То есть в декабре 2010 года он приобрел этот дом в ипотеку за 190 тысяч фунтов на Стратфорде в районе Maryland Station, то есть станция для поездов такая, то есть недалеко от этой станции. А так метро Стратфорд у него было 15 минут пешком. Так как он до этого уже несколько лет работал инженером в строительных компаниях, он уже имел статус резидента. И ему одобрили ипотеку на 30 лет, по-моему, под 3,99% годовых. То есть да, процентная ставка в Англии очень-очень маленькая. Так как у брата был ограниченный лимит денежных средств, ну так всегда, когда тебе дают какое-то одобрение, тебе говорят конкретную сумму. То есть у него была сумма максимум 190 тысяч, и вот на всю эту сумму он взял себе дом. То есть когда он искал себе квартиру, мы как раз тоже были, ну где-то в 2010 году мы периодически к нему приезжали, то я, то мама. И однажды я побывала с ним на просмотре в районе Брикстон, он искал квартиру тоже, ему там показывали, что у меня сохранилось. Вот вам показываю несколько фотографий. Также он смотрел в районе Докландс одну квартиру в многоэтажке, и слава богу, что он ее не взял, потому что, как мы потом поняли, это было социальное жилье. И также такой же в многоэтажке квартиру он смотрел в районе Патни. Очень, конечно, переживал, что что-то там не сошлось с Патни, там была трехкомнатная квартира, хорошее такое пространство. Но Патни это, конечно же, западный район, где ему хотелось жить, потому что в западных районах живут хорошие и богатые люди, образно говоря, ну так считается. Тем не менее, Стратфорд он, конечно, рассматривал, и так как Стратфорд еще не был тогда таким динамичным и развивающимся районом, он знал, что там будет строиться Олимпийская деревня. И мы сделали вывод, что лучше всего вкладывать в эту область, в этот район, потому что все будет развиваться, естественно, к Олимпиаде, которая проходила в 2012 году. Мы не прогадали, то есть район настолько за год изменился, что потом, впоследствии, конечно, цены на жилье в районе Стратфорд, после того еще как Стратфорд из третьей зоны превратился во вторую, ну там вторая, третья считается, недвижимость в Стратфорде сильно взлетела в цене. Обычно английские дома выглядят так, двух-трехэтажные здания, которые друг за другом тянутся, как будто бы одно такое длинное здание и у каждого свой подъезд. Но вот у него, ну, наверное, тоже одно из бюджетных каких-то зданий было, типа нашей пятиэтажки, только из четырех этажей. У него первые два этажа, и там дальше уже на третий, четвертый этаж были другие квартиры, тоже двухэтажные, на которые надо было проходить через такой балкончик специальный. Но у него был уже вход конкретно с улицы, это был первый и второй этаж, ну как по английским меркам считается ground and first floor, если дословно переводить земельный и первый этаж. И у него был отдельный вход от другой рядом стоящей квартиры, где жили уже другие люди. И вот вся местность до забора, у нас стоял такой забор, вокруг его территории считалось, что это принадлежит ему, и там мы планировали разбить сад. Там просто было все заасфальтировано, и стоял забор. Вот, так что даже вот эта территория, естественно, как вы все уже знаете, земля в Лондоне никому не принадлежит, она чаще всего, если ты покупаешь дом, то земля тебе сдается в аренду на какой-то срок. Самый максимальный срок это, по-моему, 149 лет, и при покупке дома желательно, чтобы оставалось еще не менее там 80-90 лет в аренде. То есть этот лизинг, то есть аренда передается вместе с продажей, так как земля принадлежит государству. Но это тоже у них там свои заморочки, я в этом не совсем разбираюсь, поэтому не буду на этом заострять внимание. В декабре 2010-го к нему приехала на Новый год мама, она ему уже помогала там клеить обои, ездили, выбирали мебель, что-то покупали. А уже в конце января, то есть 30 января 2011 года, я приехала жить в Лондон и поселилась, естественно, изначально у брата. Тоже в первые месяцы, да буквально практически в первый год, я ему очень сильно и много помогала по дому. Также продолжила клеить обои в последней комнате и красила коридор, ванну, туалет, на кухне там приводила все в порядок. Обо всем об этом поподробнее я буду рассказывать в следующих роликах. А пока сегодня как бы покажу, так скажем, рум-тур. Это, конечно, будет не совсем рум-тур, потому что квартиры уже нету, она уже продана. И на тот момент я не так много снимала видео, я пыталась начать делать свой блог. И тогда, когда красила, и тогда, когда там тоже с забором мы занимались, с садом, все это я снимала. Но тогда у меня была очень маленькая камера, сейчас пересматриваю эти кадры, качество, конечно, там еще не HD, то есть SD было. И сейчас вот это все в квадратик выглядит. Но кое-какие кадры я попозже покажу, потому что действительно, я думаю, как же так? Я же начинала вести блог, я же рассказывала, чем я занимаюсь дома, как я сажаю цветочки. Все это показывала на видео, сама себя иногда снимала. И потом я резко бросила, потому что у меня появилась репортерская работа в марте, то есть буквально два месяца. Два первых месяца я что-то писала в Лив-журнал, я делала какие-то ролики, все там выставляла. Сейчас я, кстати, нашла свои посты, в Лив-журнал зашла. Я его уже давным-давно бросила. Но оттуда я как раз беру вот эти вот воспоминания о своем первом годе жизни. И все, что у меня после, ну какие-то фотографии остались, комнат. Когда мы их сдавали, я для брата делала красивые фотографии, чтобы он выставлял на ГАМ-3 и находил себе арендаторов. А потом уже, когда брат погиб, мне самой пришлось этим заниматься, искать арендаторов. И под конец, когда уже я продавала дом, я некоторые комнаты поснимала на видео. Не знаю, почему не все, но вот что есть, то и показываю. В общем, как выглядит его квартира. Когда заходишь с улицы, там у него был такой небольшой коридорчик, где брат или другие арендаторы оставляли свои велосипеды. Какие-то зонтики, висели у него там часы, то есть такая прихожая. И сразу поворот на кухню. Кухня у него была большая, светлая, там была и стиральная машинка, и микроволновка, и плита, естественно, и много-много-много-много шкафчиков. Плюс к этому мы прикупили столик и мягкий уголок. Такой у него закуток был, как бы еще одна отдельная небольшая комнатка, где можно было покушать и просто сидеть, общаться с людьми. Ну и, естественно, холодильник, раковина и все прочее, что должно. А за холодильником у него еще была, кстати, кладовка такая небольшая, но туда я как раз складывала все свои вещи, потому что, когда я уже переезжала от него, к нему туда-сюда и ездила, многие вещи я такие стационарные оставляла у него. Допустим, брала с собой только летние, к нему привозила зимние и потом, наоборот, меняла, потому что у меня всего была одна комната в тех квартирах, где я жила у англичан, или что я снимала. Поэтому все мои вещи не умещались в чужих домах, и я привозила к нему и складывала в эту кладовочку за холодильником. Проходя дальше по этой маленькой прихожей, мы сразу упираемся в дверь большой комнаты, которая, в принципе, считается гостиной, и она не считается за комнату в английском доме. Вообще, оба этажа у него составляли 80 квадратных метров, и вот эта гостиная была самой большой комнатой, причем она была с отдельной дверью. То есть, в принципе, у него была трехкомнатная по английским меркам квартира, плюс большой зал, который тоже закрывался на ключ, и эту комнату он сделал в качестве своей комнаты, потому что она была самой большой. То есть, в принципе, это была хорошая такая на наши русские стандарты четырехкомнатная квартира. Ну, а, конечно, остальные три комнаты были достаточно маленькие. Если по английским меркам называть их, это была одна комната сингл и две дабл. И вот в этой одной комнате сингл, которая была наверху, жила я. Мы ее сделали в белых таких тонах, просто наклеили белые обои, потому что там были белые шкафчики. А декор я уже сама там регулировала в красный. Ну, вы уже видели, как я люблю украшать свою квартиру здесь, в Петербурге. То есть, все практически должно быть белое, вся мебель белая, а декор красный. Это вот, что у меня в зале. Другую комнату, в принципе, мы всегда так делаем, другую комнату мы покрасили в синий цвет. Точнее, опять же таки, обои были белые, шкаф там был, остался от предыдущих жильцов синий. И поэтому мы решили повесить синие шторки и застелить как бы кровать, которую они купили с мамой, они все кровати купили сразу в каждую комнату, синим пледом. Ну и какие-то тоже там вазочку синюю поставить и светильник синий включить, образно говоря. Так же выглядит сейчас у меня в Петербурге моя спальня. И еще одна комната была фиолетовой. Там было очень много, прямо такая классная комната, вот прямо для девчонки, очень много шкафчиков и один огромный шифонер. Вот я всегда мечтала о такой комнате, чтобы у меня в Англии была такая именно комната, чтобы все, что тебе не нужно, запихал в шкафы, закрыл дверки и у тебя чисто, никакого бардака. Потому что, допустим, в квартирах, где я жила, у меня не было практически мебели, у меня был только один комод и один шкаф, куда я все должна была как-то складывать. А вещей у меня было очень много. Накопившиеся за годы жизни в Лондоне, ну и не только за годы жизни, конечно, я ездила домой, брала то, что мне нужно, то, что мне было необходимо. А обратно-то я не отвозила и в итоге к концу моей жизни в Лондоне у меня накопилось 6 чемоданов. Я не знала, как это все везти домой, но об этом уже другая история будет, тоже расскажу. Ну а так, плюсом к тому у нас был еще огромный коридор, который я красила. Мы решили с братом сделать все в ярких тонах, потому что у англичан все эти стены, все комнаты, все в основном в белых тонах. И мы решили тоже обои не клеить уже в коридоре в ванне, в туалете мы наклеили обои под покраску. И в итоге я все покрасила. Коридор я красила в желтый цвет, туалет в оранжевый, такой персиковый. Мы с ним ходили по магазинам, тоже выбирали все краски, все фалики, там спонжики и так далее. А ванну мы решили сделать таким свежим зеленым цветом, как бы релаксация, релакс в ванне должен быть. А потом, когда мы уже все с домом сделали, мы занялись садом. Про сад это отдельная история, очень долго мы его выращивали, но в конечном итоге у нас получился очень хороший такой забор из кустов таких специальных, из которых вырезают фигурки. Вот мы такие кусты закупили и все это с ним сажали и потом выхаживали. Но об этом тоже другая история, тоже расскажу все подробно, в деталях. К сожалению, фотографий очень мало того периода, да и брат не любил фотографироваться. И я как-то, ну некогда было снимать. Учеба в колледже, английский язык, туда-обратно я ездила в фуллом. Это три часа езды только у меня занимало, плюс там я еще часов пять занималась. В общем, в основном все вот эти вот ремонтные работы я проводила или вечером уже после колледжа, или в выходные мы вместе что-то с ним делали, куда-то ездили и что-то покупали. Тоже есть у них такие магазины мебельные для покрасок, типа нашей Касторамы, точнее их Касторамы, которые у нас тут существуют, там Максидом, типа такого вот. Называется Homebase, B&Q и Вилко. В Вилко мы закупали всю краску. Этот магазин был недалеко от нас, и поэтому мы туда чаще всего ходили пешком и покупали все, что нам нужно, все необходимые инструменты и сопутствующие товары, которые нужны для ремонта квартиры. Ну вот пока и все, что я хотела рассказать про дом брата. Все остальные мелочи, детали и интересные истории буду рассказывать позже. Пока на этом все, не прощаюсь с вами, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok